В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Повод для приезда более чем важный. В Дагестан с рабочей поездкой приехал полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайка. Награды нашли своих героев. Сергей Меликов встретился с полицейскими, которые ликвидировали боевиков, и с мальчиками, которые во время теракта раздавали воду. Кору в укор. Двое детей едва не погибли в канале Октябрьской революции. По счастливой случайности рядом оказался их спаситель. О нем через несколько минут. Сила, динамика, эстетика. В Махачкале завершился открытый кубок города по спортивной гимнастике. В Дагестан прибыл Юрий Чайка. Рабочую поездку полпредпрезидента ВСКФО начал с посещения Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы. В храме федерального чиновника и главу республики Сергея Меликова встретил архиепископ Махачкалинский Грозненский Варлаам. Они возложили цветы к могиле Михаила Вавилина. Он похоронен за алтарем церкви. Юрий Чайка посетил и синагогу Махачкалы, которая подверглась обстрелам. Полпред также почтил память дагестанских сотрудников МВД и возложил цветы к мемориалу, посвященному полицейским, погибшим при исполнении служебного долга. Навестил федеральный чиновник и пострадавших при теракте и поблагодарил их за мужество. По итогам рабочей поездки Юрий Чайка провел совещание с руководством республики и с представителями религиозных объединений Дагестана. Лидеры трех основных конфессий региона единогласно осудили бесчеловечные теракты. Особое внимание было уделено вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия и совместным мерам по борьбе с терроризмом. Полицейским государственные награды, а мальчикам планшеты. Глава Дагестана встретился сегодня с двумя сотрудниками МВД, которые, находясь не при исполнении, со своим гражданским оружием, ликвидировали боевиков во время теракта в Махачкале. Кадры от 23 июня, на которых они проводят спецоперацию, разлетелись по социальным сетям и вызвали широкий общественный резонанс. Сергей Меликов поблагодарил Страж порядка за неравнодушие к произошедшему и храбрый поступок. Магомед Муса, я однозначно вам говорю, что мы сейчас ждем от вашего руководства представления на государственную награду Республики Дагестан. И я походотайствовал перед Забрушидом Магомедовичем, чтобы он подготовил ходотайство на государственную награду Российской Федерации. Я не побоюсь сказать, что на начальном этапе антитеррористических мероприятий ваш поступок сыграл решающую роль. Потому что, на мой взгляд, вы своими действиями выбили ядро моего группы. Руководитель региона также увиделся с двумя мальчиками, которые раздавали воду силовикам в ходе КТО в дагестанской столице. Абдул Басир и Магомед Шапи Нурмагомедовы – двоюродные братья. По просьбе Абдул Басира его отец Абдулла купил несколько бутылок, после чего дети пошли с ними к стражам порядка. За такой благородный поступок Сергей Меликов подарил им гаджеты. Нам начало было с ним страшно, но потом все это изменилось, когда они начали улыбаться или смеяться. Они моим воду, а они нам говорили, мам, возьмите вишню и всякое другое давали нам. Хотели нас всех напугать, но у них ничего не получилось. К слову, поступок Абдул Басира и Магомед Шапи стал неожиданностью даже для самых близких родственников. Я узнала чисто случайно, они скрыли от меня, что едут именно на горячую точку. Они в этот день были в гостях у бабушки. И, ну, когда уезжали, оказывается, попросил муж, отправил мальчика спросить у меня. Он так и не дошел до меня, не спросил, зная, что я не пущу. Так и уехали они. Поехали они к бабушке, и от бабушки, когда ехали домой, решили заехать туда. Я узнала на следующий день через соцсети. О том, что я там, мои дети или там кто-то, что они попадут там на камеру или куда-то, мы даже об этом не думали. И пришли, как бы, помочь от сердца. Уважение за отважный поступок мальчикам и их родителям также выразили религиозные деятели Махачкалы. Председатель Совета имамов столицы Абдулла Ахалов и имам Центральной мечети города Мухаммад Мусаев встретились с маленькими героями. Они поблагодарили мальчиков Абдулба Сира и Магомир Шайпи за мужество и самоотверженность. В завершение также вручили им памятные подарки. Встреча проходила в административном здании Джума-Мечети. Пусть сегодня Аллах сохранит вас, в первую очередь, ваши семьи от всего плохого, дурного. Дай, чтобы наш край, наша родина никогда не видела подобных ситуаций, случаев. И если суждено увидеть, то чтобы мы тоже так, как ваши дети, героически повели в таких случаях. Пусть Аллах сохранит нас всех. Еще одна история героического поведения юных дагестанцев. Пятиклассник Мухаммад Ибрагимов предотвратил очередную трагедию в канале Октябрьской революции. Двое маленьких детей из поселка Тюбе, Комторкалинского района, едва не утонули в коре. Благо, рядом оказался бесстрашный 10-летний Мухаммад. Тамара Самедова продолжит. Смелый, решительный и выносливый. Мухаммад Ибрагимов, 10-летний герой, совершил настоящий подвиг. Услышав детские крики, он, не раздумывая, побежал к каналу, где увидел двух утопающих детей и бросился на помощь. По словам Мухаммада, он не испытывал страха. Тонувшие 4-летний мальчик и 6-летняя девочка от испуга вцепились в своего спасателя. Но это не помешало юному герою помочь им выбраться из воды. Дети, они уже где возросли, посерединке были. Я отсюда прыгнул за ними, потом мы тут... Ну, они уже были под водой, уже всех не было видно. У девочки были волосы, видно, братья вообще видно не было. Я прыгнул, девочку схватил за волосы и мальчик оттуда снизу ушел. Скажи, пожалуйста, здесь вообще глубоко, очень сильно? 7 метров так. 7 метров. А тебя вообще не напугала глубина? Ты вообще хоть раз здесь купался или что-то вообще? Да, я с папой летом здесь купаюсь. На ту сторону, обратно купаемся. Юный герой едва держался на скользких плитах и мог уйти под воду. Но проявил стойкость, чем вызвал удивление бабушки. В момент происшествия она была рядом. Смотрю, дети орут, кричат, говорит, уже в середине, говорит. Я ему говорю, ты дурак, как ты прыгал? Зачем ты прыгал? Спрашиваю. Он говорит, бабуля, ты понимаешь, у них волосы были видны одного, одного. Вот здесь видно было, говорит, он мне кричит. Я говорю, о чем ты думал? Ну, вы все утонули бы здесь. О чем ты думал? Я ни о чем не думал. Эх, они уходили, бабу, понимаешь? Вытащил к обочине, держит их там. Они его царапают, на него прыгают. Ой, бегу, ору, думаю, что делать? Помогите. Я хотела, думала, как дура прыгнуть. Думаю, их тоже утонуло бы. Мухаммад с шести лет занимается смешанными единоборствами. Многократно выигрывал на турнирах разного уровня. И стал чемпионом России и двукратным чемпионом мира. Все его кубки, медали и грамоты едва умещаются на полке. Среди всех вот этих наград, какая для тебя самая ценная, самая запоминающаяся победа? Какая была? Вот это, это и вот это. Мухаммад укрепляется не только физически, но и духовно. В этом ему помогает его тренер Расул Алиев, который признает за юным героем большие перспективы в спорте. Духовно это у меня, это на первую очередь у меня. Первая очередь у меня это духовно. Почему? Потому что если не будет духовно, остальное это все, мне кажется, это пустое. И стараюсь их воспитывать в плане религии, дисциплина, потом уже физически. Каждый человек и каждый тренер за свою какую-то деятельность тоже будет в студенте нести ответственность. И за это хочу всем тренерам пожелать это сказать, чтобы они в первую очередь делали нравственное. Этой осенью Мухаммад пойдет в пятый класс. Начальную школу он окончил на четверке и пятерке. В будущем он мечтает совершить хадж и завоевать олимпийское золото. Тамара Самедова, Нармагомед Магомедов, Ширин Гаджиева. Новости ННТ, Кумтор, Калинский район. В Махачкаре стартовали масштабные работы на водопроводных сетях. Специалисты заменят запорные арматуры и отсекающие задвижки. Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности городской системы. Сегодня также запланирована ревизия насосного оборудования на очистных сооружениях в поселке Новый Хушет, а также установка смотровых камер на канализационном коллекторе в микрорайоне Пальмира. Напомним, что ранее в связи с проведением данных работ единый оператор предупредил о прекращении подачи воды в столице на сутки. Мэр Дербента посетил летние курсы по основам ислама, организованные в мечети имени Мухаммада Яракского. Ахмед Кулиев побеседовал с имамами и учащимися. Он поинтересовался программой обучения и пожелал детям успеха в освоении знаний. Градоначальник подчеркнул важность религиозного образования для подрастающего поколения. Около 150 девочек сейчас получают уроки, знания исламские. Ну что сказать, даю вам здоровья, удачи. Самое главное, вот эти дети, вот мы и дети, чтобы их правильнее учили. Они их как бы воспитали, да, вот так духовно. А, молодцы, молодцы. Боксер Муслим Гаджи Магомедов оспорит титул Всемирной боксерской ассоциации WBA. Поединок дагестанского спортсмена за пояс чемпиона мира среди профессионалов пройдет 12 июля в Москве. 12-раундовый бой с китайцем Чжаном Чжао Синим возглавит грандиозный турнир «Ночь чемпионов». Гаджи Магомедов – двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года. В его активе три победы на профессиональном ринге. Соглавным событием турнира олимпийский чемпион Токио Альберт Батергазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джона Кэролом. В Махачкале завершился открытый Кубок города по спортивной гимнастике. Турнир собрал около 100 детей. Помимо столичных и каспийских гимнастов, свое мастерство показали гости из четырех регионов страны. Свою оценку турниру дали олимпийские медалисты. Тему продолжит Курбан Рагимов. Сила, динамика и эстетика. Каждый элемент детишки выполняют уверенно и красиво. Несмотря на юный возраст, они уже имеют опыт выступления и привозят медали со всероссийских турниров. Десятилетняя Ума Курамагамедова занимается большей частью своей жизни. Мечтает об олимпийском золоте. Делаю второй взрослый разряд. У меня есть много побед. В Нальчике на недавних соревнованиях я заняла первое место в многоборье. И в финале на бревне первое место. Еще в Краснодаре заняла три третьих места. В школу мы обычно приносим свои награды. И весь класс поздравляет. Учительница тоже поздравляет. Дома, перед соревнованиями всегда папа поддерживает. Есть желание, придут опыт, мастерство и большие победы. В этом уверены почетные гости турнира, среди которых медалистка Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Елена Прадунова. Она привезла свою команду из Нальчика. Также на соревнования приехали гимнасты из Санкт-Петербурга, Астрахани и Владикавказа. Детей очень много талантливых здесь на Кавказе. Я вам со стороны даже, скажем так, профессионала скажу, что дети очень классно подходят под наш вид спорта. Они смелые, они невысокие сильно, потому что у нас рост тоже влияет, очень серьезное такое, скажем так, значение. Это два фактора, которые очень важны для гимнастики. Гимнастика – это база для любого вида спорта. И она очень важна. То есть это первый шаг в спортивную любую деятельность. Это готовые абсолютно детки, пацаны, девчонки для единоборства, для борьбы. То есть для тех видов, которые у нас классно культивируются именно на Кавказе. Спортивная гимнастика в Дагестане развивается около 8 лет. Популярность этой дисциплины только растет. И такие турниры призваны стать для детей трамплином перед более крупными стартами. Очень много клубов здесь. В Хасавюрте как-то развивается гимнастика. В Каспийске есть, в Махачкале там 3-4 клуба. Я думаю, там около 2000 детей. И учитывая, что есть и текучка, кто находит себя, они остаются. Вот как вы видите, они выступают на соревнованиях. Это как бы, вот в данный момент за спиной выступают. Это члены сборной команды Дагестана. Мы с каждым годом растем и растем. Это интересно, это радует, что есть команда. Все сплоченно делаем одно дело. Победители соревнования отметили медалями, дипломами и другими подарками. Впереди у наших ребят кубок и первенство Дагестана. А осенью в регионе планируется проведение крупного всероссийского турнира на главной крытой арене республики во дворце спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Саид Магомирзаев и Шамиль Аббасов. Телеканал ННТ. Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова